Россиян десятилетиями науськивали против НАТО. Убеждали, что страны Альянса спят и видят, как бы навредить России, и рассказывали, что якобы там постоянно готовят секретные планы нападения. Вероятно, чтобы наконец-то захватить все балалайки и необустроенные канализации дома. Более того, российская пропаганда уже полтора года воюет именно с НАТО в своих душных телестудиях, пропавших потом и ложью. Это война с НАТО. Отвечать надо по Берлину, по Лондону, по Вашингтону. И вот кажется, НАТО готовит ответный удар? Например, в Финляндии новом государстве члене НАТО заметили особую активность военных прямо у финско-российской границы. Если так, то России действительно есть чего опасаться. Ведь оборонный потенциал финнов за год значительно возрос. Вспомним с вами результаты Мадридского саммита НАТО прошлого года и уже Вильнюсского саммита НАТО этого года. Там было решено, что действительно потенциал сил Альянса на восточной границе будет усилен почти в 10 раз. Соответственно, сейчас Финляндия, ставшую уже членом НАТО, становится частью этого, скажем так, защитного вала. И похоже, этот вал вот-вот будет построен. Ведь с недавних пор Министерство обороны Финляндии массово скупает землю у российской границы. Финские власти решили увеличить количество договоров с собственниками приграничных земельных участков. Где планируют построить оборонительное укрепление? Землевладельцы получат за это единовременную выплату в 750 евро. А когда строительство начнется, будут получать почти 5000 евро за гектар площади, которую смогут использовать военные. На этих участках финская армия также сможет проводить тренировки и учения. По финскому законодательству такое использование частной земли без контракта возможно только в случае введения чрезвычайного положения. Но в какой-то степени такое положение уже наступило. После полномасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале 2022 года, финская Минобороны начала принимать активные шаги, чтобы наконец-то построить забор от россиян. В июне 2022 власти Финляндии увеличили число пограничников близ России и оборудовали границу новым техническим оборудованием для наблюдения. Все это свидетельствует о том, что финны считают Россию абсолютно неадекватным соседом, но при этом не дадут застать себя врасплох. Становится очевидно, что российский режим, путинский режим, он не сбавляет давление. И несмотря на то, что действия вооруженных сил Украины все больше и больше доказывают, что у России нет возможности на новую эскалацию, у России нет возможности продолжать эту войну так, как они хотели бы это делать, все-таки предупрежден, значит вооружен. Кстати, финны защитили себя от русского мира не только укреплениями, но и законодательно. И в прошлом году внесли поправки в закон об иностранцах. И у них были для этого все причины. В 2022 году в Финляндию эмигрировало рекордное количество россиян. Согласно внесенным изменениям, просьбы об убежище в Финляндии стали приниматься и обрабатываться сразу на пограничных пропускных пунктах, чтобы не пустить непрошенных гостей в страну и дальше в другие государства Евросоюза. Ведь в России так называемая частичная мобилизация идет полным ходом. И для многих российских мужчин единственным способом избежать отправки на фронт стал побег за границу, в частности в Европу. Вот только европейцам российские беглецы даром не нужны. Ведь очень часто вместе с пожитками уклонисты тащат с собой и пресловутый русский мир, за который не готовы воевать в окопах, но очень не против устроить махач в приличном европейском заведении. Кроме того, финны не без оснований опасаются, что под видом затравленных режимом беглецов в страну могут проникнуть российские шпионы. И другие представители пятой колонны. Но лазейки через Финляндию больше не будет. Еще с 30 сентября 2022 власти Финляндии закрыли границу для российских туристов и транзитных путешественников. А с 16 сентября 2023 в Афины закрыли также въезд для всех автомобилей с российской регистрацией. Кстати, подобный запрет на пропуск российских автомобилей с 12 сентября действует в Литве и Латвии. С 13 сентября в Эстонии, с 16 сентября в Польше. А кроме того, со 2 октября запрет на авто с российской регистрацией был введен в Болгарии, а с 3 октября российские машины больше не пустят в Норвегию. Это общий европейский сейчас подход ограничения вхождения россиян, потенциальных по сути агентов, мы должны это говорить прямо, на территорию Европейского Союза. Кроме того, Европейского Союза из стран-партнеров, из стран НАТО. Участились ситуации, когда люди, которые приезжают из России, как будто бы убегают от мобилизации, конец концом оказываются работниками ФСБ или главного разведуправления российского. Поэтому не могут западные страны продолжать рисковать так же, как они это делали до этого. Они понимают, что каждый российский так называемый турист или уклонист, он может оказаться в конце концов агентом. Некоторые россияне, которые войну Путина не поддерживают, видят в этих действиях Финляндии и других европейских стран ущемление своих прав, мол, а нас за что? Мы же вне политики. Но как раз такие россияне – это последний шанс России на какое-то будущее. После того, как Россия проиграет войну в Украине и наконец-то избавится от Путина. То есть люди, которые могли бы выехать и, условно, которые составляют протестный потенциал и потенциал сопротивления режиму Путина, и было решено оставлять их внутри России, чтобы этот потенциал, соответственно, там оставался и он мог действовать. Готовиться к обороне Финляндии на дипломатическом фронте. 3 октября 2023 финский МИД официально закрыл генеральное консульство в Санкт-Петербурге. А ведь это учреждение было, по сути, центром по вопросам иммиграции. Ранее, в мае 2023 Финляндия также закрыла консульство в Петрозаводске и Мурманске. А вот российские консульства – это не дипломатические учреждения, а еще одна ячейка пропаганды и шпионажа, говорят эксперты. Консульства, в первую очередь, это те дипломатические учреждения, которые настроены на работу с гражданами. Это не политическая репрезентация. И консульства как раз имеют доступ и к Министерству внутренних дел страны, где они перебывают. Они могут заходить почти в любое учреждение. Они имеют абсолютный доступ в места лишения свободы, в госпитали и другие инфраструктурные объекты. Поэтому как раз среди российских консульств есть наибольшее количество агентов потенциальных. Для того, чтобы опасаться россиян и их имперских нарративов, у финнов есть все предпосылки. Ведь современные русские повторяют лозунги советских кумиров прошлого и даже изображают на иконах Сталина. Того самого, который решил 80 лет назад захватить Финляндию. В 1939 году русские начали с традиционной провокации. Под финским флагом советские войска обстреляли приграничную деревню Майнила. И это якобы стало поводом для войны. Но все пошло не по плану. Несмотря на то, что все население Финляндии было как один Ленинград и против него работала вся советская военная машина, финская армия оказала ожесточенное сопротивление советским оккупантам. У финнов было только 26 танков, а у СССР в 100 раз больше. Поэтому финские партизаны решительно атаковали советских оккупантов на простых деревянных лыжах с винтовками в руках. Один только снайпер Сима Хайя, по прозвищу «Белая смерть», ликвидировал около 700 российских солдат. В результате сталинской агрессии Советский Союз таки отхватил около 20% финских территорий. Но это не прошло безнаказанно. Ведь за агрессию СССР поплатилась не только человеческими потерями, которых не ожидала, но и местом в Лиге наций, самой крупной мировой организации на то время. В 2022-м финны продемонстрировали, что хорошо запомнили этот исторический урок от соседей в Ушанках. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину финны увеличили свой оборонный бюджет. Почти на 40%, что стало рекордом за последние 60 лет. Кроме того, прежде нейтральная Финляндия тут же заявила о намерении присоединиться к НАТО. Фактически не начни Путин войну, альянс не обзавелся бы новыми членами на севере. По крайней мере не так быстро. Нас подвигло на этот шаг непредсказуемое поведение России, от которой одни проблемы. Она угрожает спецоперациями, но мы хотим, чтобы там поняли, если вторгнуться на нашу территорию, будут большие потери с их стороны. Россия запугивает всех ядерным и химическим оружием, которые запрещены международным договором. Последующая реакция России показала, что финны, как, впрочем, и шведы, приняли абсолютно правильное и своевременное решение. Ведь на следующий же день, после того, как Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс, Путин по старинке попытался запугать потенциальных новых членов НАТО. У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственные угрозы для нас, расширение за счет этих стран, для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. В следующий раз Путин достал свою ядерную пугалку 30 июня 2022-го и снова попытался навязать другим независимым государствам свои правила. Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь, в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры, мы вынуждены будем отвечать зеркально. Но, несмотря на все манипуляции неадекватного соседа 4 апреля 2023-го, Финляндия благополучно стала 31-м членом Североатлантического альянса после рекордно быстрого завершения ратификации. Тогда путинские угрозы ни на кого не произвели впечатление, а теперь не пугают и подавно. Но Россия все пыжится в попытках продемонстрировать пресловутый ответ НАТО. Так, после вступления Финляндии в альянс, в российском Минобороны заявили о планах усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы и, судя по спутниковым снимкам, вроде как действительно начали наводить там какой-то марафет. В частности, на них можно увидеть построенные ангары для обслуживания и хранения техники на территории гарнизона Аллакурти и военного склада в Петрозаводске. Впрочем, финском министерстве обороны заявили, что все эти изменения никакой угрозы для Финляндии не представляют. Эксперты подчеркивают, российская армия сосредоточена в Украине, и там ей приходится не сладко, и пока ВСУ сдерживают этот натиск, все, что может Кремль, это просто кидаться словами. В первую очередь Россия, как всегда, запугивает. Они не могут не отреагировать, поэтому они должны сделать какое-то такое заявление. То же самое было в тот момент, как вы помните, когда Финляндия и Швеция заявили о своем желании вступить в НАТО. Но сейчас главный вопрос, на который следует искать ответ, это действительно ли может Россия начать какую-то эскалацию, начать какое-то давление. Если верить докладам Министерства обороны Британии, которые они раз за разом подтверждают, в Украине стянуто, использовано или уже потеряно свыше 97% всего военного потенциала Российской Федерации. То есть он либо нацелен на Украину, либо используется в Украине, либо потерян в Украине. То есть русские могут пугать, сколько они хотят. Они могут выставлять, какие они хотят потемкинские части и дивизии. Но на самом деле очевидно, что если их потенциала не хватает на сдерживание Украинского фронта, то как они могут вообще думать о том, чтобы расширять свой фронт на севере Альянса? Именно вооруженные силы Украины с военной помощью партнеров смогли остановить российскую агрессию в 2022-м. И теперь сами проводят специальную операцию для того, чтобы загнать бешеного медведя обратно в логово. Финляндия является одним из тех союзников, которые неизменно поддерживают Украину. Даже при том, что в стране произошла смена власти, Санна Марин, предыдущий премьер-министр, много раз делала публичное заявление в поддержку Украины, в том числе и лично. 10 марта 2023-го финский политик приезжал озаверить президента Зеленского в поддержке в украинскую столицу. Новый премьер-министр страны Петери Орло тоже приезжал лично поддержать украинцев. 23 августа 2023-го во время визита в Киев он заявил, что страна будет сотрудничать с Украиной в войне против России до победы и после восстановления государства, пострадавшего от российской агрессии. Финляндия ни одного раза не заявила о сомнении в том, что Украина, а, должна быть членом НАТО, что Украина должна получать все необходимое оружие и что Украина должна победить в этой войне. Последовательно, Финляндия в своей поддержке, конечно, не только на слова. 3 октября 2023-го стало известно, что там готовят новый пакет военной помощи Украине. Предыдущий 18-й пакет составил почти 100 миллионов евро и включил не только боеприпасы, но и тяжелое вооружение. Общая стоимость финской военной помощи с момента большого вторжения России оценивается в 1,3 миллиарда евро. Финны не скупятся помогать ВСУ, потому что понимают это вклад в их собственную безопасность.